Чтобы научиться сильнее играть в шахматы, следует выучить язык шахмат, шахматную нотацию. У каждого поля на шахматной доске есть имя, точнее координаты. Линии, бегущие сверху вниз, называются вертикалями, справа налево – горизонталями. Рядом с каждой вертикалью можно увидеть буквы от А до H. Рядом с каждой горизонталью стоят цифры от 1 до 8. Имя каждого поля состоит из буквы вертикали и цифры горизонтали. Например, это поле в левом нижнем углу доски называется А1. Сначала идет буква, потом цифра. Давайте посмотрим на доску и найдем поле, где вертикаль Е встречается с четвертой горизонталью. Это поле называется Е4. Диагональ, начинающаяся полем А1, заканчивается в противоположном углу доски на поле H8. Между угловыми полями на этой диагонали мы видим поля B2, C3, D4, E5, F6 и G7. Мы часто называем эту диагональ диагональ А1, H8, так как начинается она на поле А1 и заканчивается на поле H8. Сейчас, когда мы познакомились с тем, как обозначаются поля на шахматной доске, важно узнать, как записываются шахматные ходы. У каждой шахматной фигуры есть аббревиатура, которая используется для записи. Для короля мы используем сокращение КР. Например, если сейчас ход белых, и они собираются сыграть королем на поле Е2, мы запишем сначала буквы КР, обозначающие короля, и затем поле, на которое он пошел, в данном случае Е2. В шахматной нотации сначала всегда идет название фигуры, которое обозначается заглавной буквой, и потом поле, на которое идет фигура, которая записывается со строчной буквы. При ходе черных, когда король идет на поле D7, пишем сначала КР и затем D7. Таким же способом записываются ходы других фигур. Для записи ходов ладьи мы используем заглавную букву Л, для ферзя – заглавную букву Ф, для слона – заглавную С, для коня – заглавную К. Именно поэтому для записи ходов королем мы используем две буквы КР. Например, конь Е6. Для пешки можно подумать, что используется заглавная П, но на самом деле для записи ходов пешки мы пишем только поле, на которое пошла пешка. Например, после этого хода пешкой мы напишем просто Е4. А сейчас ваша очередь потренироваться в записи шахматных ходов.